Новое направление бакалавриата в Казанском университете, русский жестовый язык, теория и практика перевода. 9 мая не за горами. Во многих образовательных учреждениях начали проводить патриотические лекции и акции. Новая вспышка коронавируса в Китае. Шанхай на грани голода. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Камила Французова. 19 апреля в онлайн-формате под председательством заместителя министра Петра Кучеренко состоял заседание Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Была согласована кандидатура Ленара Сафина на должность ректора Казанского федерального университета. Он презентовал программу дальнейшего развития вуза. Представители наблюдательного совета КФУ в свою очередь сообщили членам аттестационной комиссии, что на внеочередном заседании они приняли единогласное решение по кандидатуре Ленара Сафина. Помощник президента Татарстана Альбер Гельмудинов от лица руководства республики выразил мнение, что выдвинутая на столь ответственный пост кандидатура полностью соответствует заявленным требованиям. Со своей стороны республика продолжит оказывать всяческую поддержку Казанскому университету. Сурдопереводчик – одна из самых востребованных и при этом одна из самых недоступных профессий в России. Казанский федеральный университет совместно с Всероссийским обществом глухих планирует открыть новое направление бакалавриата в КФУ. Русский жестовый язык, теория и практика перевода. О программе не только смотрите далее. В республике Татарстан по неофициальной статистике проживает примерно 4000 людей с нарушением слуха и владеющие русским жестовым языком. В настоящий момент в республике Татарстан работает всего 35 переводчиков русского жестового языка, сокращенно РЖЯ. Физически на все глухих сурдопереводчиков не хватает. Переводчики – это специальность очень востребованная, очень интересная, необычная, потому что английскому языку обучаются, может, и легче, а жестовый язык, он немножко сложнее. Но навыки появятся, если у человека появится терпение. А работа очень интересная, разнообразная, зависит от глухого человека, и качество перевода зависит, и от самого глухого, от переводчика, от совместной работы. В России всего два высших учебных заведения, которые обучают сурдопереводчиков. Одно из них находится в Москве, другое – в Новосибирске. Это два государственных университета, которые выпускают переводчиков на базе бакалавра с высшим образованием. Республика Татарстан – передовой регион, и здесь крайне необходимо открыть такое направление. Казанский федеральный университет совместно с Всероссийским обществом глухих планирует открыть новое направление бакалавриата в КФУ – русский жестовый язык, теория и практика перевода. В рамках этой программы мы будем готовить переводчиков русского жестового языка, или, как более привычно, окружающим сурдопереводчикам. Студенты, которые обучаются по данному направлению, смогут быть переводчиками с русского языка на русский жестовый и наоборот, а также с английского языка на русский, поскольку предполагается также углубленное изучение и английского языка. Запрос в обществе на сурдопереводчиков русского жестового языка постоянно растет, поэтому с трудоустройством у студентов проблем не будет. Программа подразумевает очно-заочную форму обучения. Мы планируем готовить не только переводчиков, но и исследователей, которые будут вовлечены в научную деятельность по данной проблематике. Это очень важно, поскольку это позволит увеличить и количество переводчиков, и улучшить качество этого перевода, потому что научный подход к любому делу всегда, естественно, это очень хорошо, и это то, на что нацелена наша программа. Поступить на данную программу можно будет по результатам единого государственного экзамена. Она рассчитана на типично слышащих людей. Практику речи будут вести преподаватели, которые являются неслышащими. Стоит отметить, что трудоустроиться студентам можно будет уже со второго-третьего курса. Елизавета Никитсинов, Ариза Хитаглы, Универньюс. Близится конец апреля, а это значит, что не за горами значимая для всех граждан нашей страны дата – 9 мая. Во многих образовательных учреждениях начали проводить патриотические лекции и акции. В сравнении остался и Лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. 19 апреля в актовом зале лицея имени Лобачевского собрались учащиеся 7-10 классов на урок, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны». Лицейстам рассказали о том, что такое геноцид, кто такие нацисты и какие наказания предусматриваются за подобные действия. Мероприятие называется «День единых действий». Его цель – это сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и донесение до обучающихся лицея, школьников информации о тех потерях и о тех злодеяниях, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Акция, как и другие подобные мероприятия, проводится в лице ежегодно и каждый раз в ней участвуют более 500 учащихся – все лицеисты с 5 по 11 классы. И это приносит свои результаты. Не так давно в учебном заведении проводилась викторина на знания основных фактов истории Великой Отечественной войны, где большинство участников продемонстрировали хорошие результаты. Терористическое воспитание для школьников, безусловно, важно и важно все возрастает, потому что в современном мире конструируются разного рода исторические мифы, в том числе направленные на уменьшение роли Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, на уменьшение его роли в победе над Германией. И, безусловно, школьники должны знать неискаженную историческую правду о злодеяниях нацистов. В конце лекции лицеисты смогли порефлексировать, ответив самим себе на важный вопрос от учителя. Для чего же необходимо сохранить и знать историческую правду о преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения? Надежда Дик, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ацкий локдаун в Китае. Шанхай на грани голода. Люди вынуждены побираться у соседей. Все подробности смотрите далее. Пока внимание всего мира приковано к внешнеполитической ситуации между Россией и Украиной, в Китае началась новая волна пандемии коронавируса. И хотя большая часть носителей вируса бессимптомны, в число их стремительно растет, и во многих городах введены жесткие ограничения. Самое страшное положение дел царит в Шанхае. Сегодня этот мегаполис практически парализован и находится на пороге гуманитарной катастрофы. На самом деле есть несколько стратегий по борьбе с различными эпидемиями, инфекциями. И вот Китай, и не только Китай, и другие страны есть такие, которые ввели понятие и практику нулевой терпимости, в данном случае ковид, зероковид называется. То есть они предотвращают распространение инфекции на своей территории самыми жесткими мерами. И это их право. До недавнего времени это все работало отлично. Но когда пришел омикрон, и его отдельные варианты, которые оказались еще более заразными, чем исходный омикрон, выяснилось, что вот та политика, которая была, придерживались которой, она была недостаточной. И они поэтому еще сильнее ужесточили. Потому что чем заразнее инфекция, тем более жесткими мерами мы вынуждены ее останавливать. Администрация города выделяет деньги на продуктовые пайки администрации Горденов, жилищных хозяйств. Их задача найти и договориться о поставках продовольствия в городе, в котором запрещено почти все движение, в том числе и торговое. Продуктовых пайков не хватает, поэтому и жители делятся припасами с соседями, у которых совсем не осталось запасов. На Чанхайм запускаются дроны, чтобы выявить нарушителей карантина. Также без конца проводится массовое тестирование населения, чтобы найти и обезопасство от каждого с положительным тестом. Ну, на сегодняшний день количество зараженных лиц в Китае максимальное за всю историю этой эпидемии. То есть, безусловно, она уже превысила, и причем во много раз, ту ситуацию, которая была в Ухане в 2020 году. Эксперты предполагают, что в результате политики локдауна в страну может ожидать серьезный продовольственный кризис. Что будет осенью, когда нужно будет пожинать урожай, который не успели посеять весной? Через полгода продовольственные проблемы встанут в полный рост. И не только в Китае, но и во всем мире. Ася Шихмина, Александр Кузнецов, Универньюз. Минобранауки России представила рейтинг медийной активности вузов за март 2022 года. Казанский федеральный университет вошел в топ-10 и разместился на восьмой позиции рейтинга. В минувшие выходные в спортивном блоке КСК КФУ «Уникс» состоялся турнир по настольному теннису за Кубок Казанского федерального университета. В соревнованиях могли принять участие школьники, лицеисты, студенты КФУ. Также работники КФУ и члены их семей. Ветераны и пенсионеры Казанского университета. На этом все. В студии была Камила Французова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok